Привет, друзья! Сегодня мы снимаем видео с новой косметикой от NYX. Они мне представили небольшую посылочку. Вы знаете, я люблю NYX. Вы, кстати, их тоже любите, поэтому... Ну, по крайней мере, из того, что я могу слить, вам тоже нравится эта марка, поэтому мы начнём. Я уже нанесла базу, и сейчас я хочу пробовать их новую пудру, новую для меня. NYX HD Studio Photogenic. У меня есть одна из их рассыпчатых пудр, но другая. И вот та рассыпчатая пудра, она из серии просто лучшая пудра. Она настолько потрясающе матирует кожу, что прямо вау! У меня кожа очень жирная, как вы, вероятно, знаете, и поэтому я всегда очень рада пудре, которая хорошо матирует. Надеюсь, что эта будет также хороша. Ой, так мне кажется, что я немножко переборщила. Так, сначала я наношу пудру на область вокруг глаз, на подбежное веко, так, а дальше на всё лицо. Вы, кстати, видите, как она сразу матирует? Я надеюсь, что это на камере также заметно. Вот, по крайней мере, лоб. Он блестел, а теперь он не блестит. Да, пудра отлично матирует, она очень... Да, и лицо просто шёлковое, как вот из другой рассыпчатой пудры NYX, лицо просто очень гладкое на ощупь. И мне потребовалось очень мало пудры, у меня осталось очень много, я её всыпаю обратно. Так, окей, пудра отлично матирует. Мои подружки с жирной кожей. Дальше я беру, мне кажется, самое культовое средство у NYX вообще. Это их румяна оттенка Taupe. Это идеальные румяна, если у вас очень-очень светлая кожа, и вам нужно сделать контуринг, потому что это очень холодный оттенок. Я давно охочусь за этими румянами, я их как-то никак не могла найти в продаже. И вот, наконец-то, они сами меня нашли. Вот, этот цвет мы сейчас с вами будем наносить. Я прямо чувствую, что зимой этот цвет... О, они более насыщенные, чем я думала. Что хорошо. Они очень холодные. Это вот будет прямо в самый раз зимой. Прямо вот... Да. Так, сейчас я это немножко растушую пудрой. Я могу понять, почему это средство такое культовое. Это прямо очень холодный оттенок. Да, да, это прекрасное средство. Дальше его же я нанесу в складку между веками, потому что мне кажется, что это идеальный холодный оттенок для складки между веками. О, да. И растушевывается просто потрясающе. У нас сегодня, кстати, макияж с новой косметикой, он из серии немножко такой осенний. По крайней мере, я полагаю, что нам удастся создать осенние тона в этом макияже. Но вот эти вот румяна, слэш-пудра для контуринга, они будут в самый раз зимой. Ну, по крайней мере, мне, когда весь загар окончательно сойдет. Да, восторг. Так, теперь я перехожу к очень волнительному, ну, по крайней мере, очень волнительному для меня моменту. Это вот эта палетка. Она называется Cosmic Metals. Я ее видела тысячу раз в Инстаграме и очень хотела ее попробовать. Потому что здесь цвета... Друзья, когда я открыла эту посылочку, я просто... Боже мой, это самые идеальные цвета. Вот этот вот цвет, естественно, первое, что я заметила, вот этот вот такой бордовый, бургунди, холодный, мерцающий оттенок. Я думаю, что мы с вами сейчас посмотрим, как все эти оттенки себя ведут на руке. Я хочу вам показать сводчем. Так, сначала используем вот этот вот светлый бежевый оттенок. Мне кажется, он немножко более теплый. Сейчас узнаем, насколько я права. Так, где бы нам это сделать? Да, это такой персиковый оттенок. Довольно теплый. Дальше берем вот этот холодный бежевый снизу. Он должен быть, мне кажется, очень мерцающим. Ага. Это мерцающий и более холодный оттенок. Хотя, в принципе, два этих цвета довольно похожи. Ну, а этот более персиковый, а этот такой более бежевый. Дальше берем холодный бронзовый. Я не знаю, как еще его назвать. О-о-о. Да, это на самом деле холодный бронзовый. Нет, он немножко теплый. Да, он теплый бронзовый. Видимо, в порядке с остальными цветами он смотрелся холодным. Ох, красивый. Так, дальше вот этот вот потрясающий бордовый цвет. Как я люблю такие оттенки. Так. О-о-о. Ух, насыщенный, просто потрясающий. Так, дальше возьмем вот этот вот холодный стальной, немножко сиреневый. Я думаю, тоже будет потрясающий цвет для всего подвижного века. О-о-о, да. Это такой дуохромный оттенок. Он немного коричневый. Ну, как бы, когда он переливается, он выглядит и коричневым, и серебристым, и фиолетовым. Просто потрясно. И последний, вот этот довольно уникальный, мне кажется, оттенок. Это холодный золотой. Не знаю, как назвать его еще. Сейчас посмотрим, как он будет смотреться на деле. В упаковке выглядит чуть ли не горчичным. Так, он выглядит просто довольно золотым. Вот все оттенки. Так, я выбрала, да, самое неудачное место, чтобы сделать потом фотографии. Ну, ладно. Так, я думаю, нам пора стряхивать излишки пудры под глазами. Так, и, естественно, больше всего я хочу попробовать вот этот вот бордовый цвет. Его мы нанесем во внешний уголок века и растушуем в складке между веками. О, да. Окей, эти тени лучше всего наносить именно пальцами. Этот же цвет я наношу в складку между веками. Так, еще я хочу нанести вот этот вот мерцающий стальной цвет во внутренний уголок века. О, вот этот вот очень красивый цвет. Эти цвета даже будут очень хороши на зиму. Так, теперь на нижний век давайте, наверное, мы нанесем частично вот этот вот стальной цвет. Ой, вот этот цвет мне прям как-то нереально нравится. Хочу снять отдельное видео, где он будет на всем подвижном веке. Мне кажется, что он супер. Так, дальше берем снова вот этот вот бордовый цвет. Наносим его во внешний уголок нижнего века. О-о-о! Почему на нижнем веке эти цвета смотрятся более насыщенными? Решила даже кисточкой нести на верхний век. Так, единственное, тени осыпаются. Хочу вас предупредить. Вот, по крайней мере, эти бордовые. Но без труда смахиваются. Поэтому просто будьте в курсе. Так, а теперь, я думаю, мы попробуем вот эти вот персиковые тени нанести под бровь. Не слишком темные они будут. А, нет, в самый раз. Румяны выглядят очень прямо такими холодными. Я думаю, что я их себе оставлю на зиму, потому что пока и их явно нужно носить другой кисточкой. Я их носила кисточкой для румян, хотя и пыталась нести так, я обычно ношу контур. Их нужно лучше носить как-нибудь вот такой кисточкой, то есть как-то более точечно. Потому что сейчас у меня вот этот вот темный цвет как бы там, где он не должен быть, должен быть немножко пониже. Окей, ладно, я буду это знать на будущее. И будет все знать. Так, теперь этот же светлый цвет несем на внутренний век. Ой, в смысле, во внутренний уголок верхнего века, вот что я пытаюсь сказать. Так, окей, с палеткой закончили. Я буду с ней, наверное, экспериментировать и попробую какие-нибудь другие сочетания. Пока, ну как бы, цвета классные. Не всеми кисточками они наносятся легко. Лучше всего наносятся пальцами. Вот этот вот стальной цвет мне понравился больше всего. Я, честно говоря, больше всего думала, что мне понравится вот этот, но на деле вот этот мне нравится даже больше. Я попробую все остальные, я безусловно вас буду держать в курсе насчет этой палетки. И, кстати, что вы думаете, если мы попробуем вот эти бордовые тени в качестве румян? Это все может сейчас пойти сильно не туда, но давайте рискнем, что у меня нет новых румян. Так, нет, это была не самая моя блестящая идея. Так, я вернулась, я нанесла поверх еще пудры, сколько смогла нанести тени было не в самой блестящей моей идее. Так, ладно, окей, двигаемся дальше. Я сейчас нанесу черный карандаш и черную подводку и вернусь к вам. Окей, мне не удалось ничего сделать с щеками. Я нанесла пудру, я нанесла все, что только могла, и они просто выглядят серыми. Я, честно говоря, не знаю, что мне делать, потому что я нанесла пудру, я нанесла румяна максимально теплых оттенков, и оно все просто такое как бы... Нет, пытаюсь сейчас нанести еще белую пудру, то я нанесла как будто цветную, я нанесла персиковые румяна, и оно просто не работает. У меня была мысль смыть это все и начать заново, но я поняла, что, ну, во-первых, у меня нет времени, чтобы это смывать. Поэтому, по-моему, мои щеки просто... Мы сейчас еще с мужем едем гулять, поэтому... Да. Тени в качестве румян были очень плохой идеей, не рекомендую. Тени в качестве теней мне очень понравились. Вот, но не всегда мой риск оправдывается. Ладно, окей. Как бы просто игнорируйте это. То есть тут проблема не продукта, а проблема того, что я внестанет туда. Дальше я попробую новую тушь, тоже от NYX. Она называется Was The Hype. Так, вот как она выглядит. Ни разу в жизни не пробовала туши NYX. О, интересная кисточка. У нее, видите, в какой-то момент как бы есть... Как бы щетинки идут по кругу. Вот так. Диагонально. Прикольно. Так, давайте опробуем ее. Кончик туши довольно тоненький, благодаря чему можно легко прокрасить нижние реснички. У меня очень глубоко посаженные глаза, и поэтому мне периодически бывает очень сложно добраться именно до нижних ресничек. Так, нижние реснички тушь прокрасила отлично. Давайте попробуем верхние. Еще она, мне кажется, не слишком жидкая. И, да, это, мне кажется, первая тушь, с которой я могу поступить так, что я сначала ношу ее на нижние реснички, а потом я не жду как бы две минуты, прежде чем начать красить верхние реснички. Потому что иначе со всеми остальными тушами тушь у меня отпечатывает в нижних веках. Потому что, опять же, очень глубоко посаженные глаза. То есть мне, прежде чем нести тушь на верхний век, нужно как бы смотреть наверх довольно долго. Тушь хорошо разделяет. А что она вообще обещает? Так, она обещает у нас объем и длину. У меня, вероятно, самые короткие... Ну, ладно, окей, у меня очень короткие реснички. Их удлинить сложно. Я бы сказала, что она скорее добавляет объем. У меня, по крайней мере, она особо не удлиняет. Так, в общем, вот что у нас получилось. И последнее, что у нас осталось, это жидкая помада. Это NYX Soft Matte Cream оттенок Леон. Я обожаю эти жидкие помады. У меня есть два, мне кажется, их оттенка. Я их обожаю просто несказанно. И этот цвет, мне кажется, это идеальный, теплый, такой темный нюд. То есть, мне кажется, что на осень это должен быть просто самый идеальный цвет. Да, это прекрасный цвет, такой карамельный. Я чувствую, что я буду вот именно эту помаду носить осенью очень много, потому что это прямо супер осенний цвет. Так, друзья, вот что у нас получилось. В этом видео не все шло, как должно было. Но, тем не менее, что я могу сказать? Пудра мне нравится, безусловно, она прекрасно матирует кожу, что мне нужно. Румяна, туп, классные. Но они мне пригодятся зимой сейчас. Они для меня слишком холодные, потому что я еще все-таки довольно смугленькая, поэтому они будут ждать зимы со мной. Вот, тени мне понравились очень. Вот эти вот два оттенка. Буду их пробовать дальше. Я для вас сниму еще какие-нибудь туториалы, в которых их будет, ну, как бы лучше видно. Мы посмотрим на остальные тени, как они себя ведут. Они осыпаются, но они красивые. Они мерцают, блин, такие, уууу, классно. Вот, тушь. Я думаю, что ее нужно будет попробовать еще, потому что у нее довольно сухая текстура. И она мне напоминает одну из тех тушей, которыми нужно как бы попользоваться несколько раз, прежде чем увидеть какой-то эффект. Пока, ну, как бы, да, она прокрасила ресницы. Какого-то безумного эффекта я, честно говоря, пока не увидела. Я буду использовать ее дальше. Опять же, я вам ее покажу в туториалах. Я, в принципе, вам расскажу, как она будет себя вести далее. И, безусловно, главный фаворит этого видео – это вот эта жидкая помада. Я просто знаю, что эти помады очень качественные, очень качественные, точка. Они очень долго держатся на губах, их не нужно подправлять. То есть, в целом, как бы, вы поели, вы их подправили – все. То есть, на мне эти помады держатся там весь день. Оттенок идеальный для осени. Очень красивый, такой теплый, нежный нюд. Вот, помада – фаворит. То есть, я вам сказала, что два главных фаворита. Это пудра, но, опять же, я посмотрю, как она будет вести себя в течение дня. Вот, и помада, которая просто супер оттенок. Я очень рада, что он есть в моей коллекции. Так что, это все. Спасибо вам большое за просмотр. NYX, спасибо большое, что прислали мне свои средства. Я всегда рада их попробовать. Люблю вас. Кстати, у меня в видео с покупками и посылками в последнем. Там я пробую жидкую помаду NYX, и она фиолетовая и металлик. И вот это просто одна из самых потрясающих помад жизни вообще. Вот, поэтому. Можете посмотреть, как она выглядит. Спасибо вам большое за просмотр. Если я вас очень-очень люблю, прекрасного дня, отличного настроения. Скоро увидимся. Пока-пока.